Добрый вечер! В эфире «Наши новости» в студии Елена Джан. Спасибо, что завершаете эту рабочую неделю вместе со Своё ТВ. И вот о чём мы расскажем сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В канун Дня города в 78-м детском саду провели праздничное мероприятие для малышей. За что они любят березняки? Здесь садики хорошие, люди хорошие живут. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие полчаса. Оставайтесь на своём. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важное событие не только для Соликамска, но и для всего Пермского края. Сегодня в городе открылся новый музей. Какие экспозиции там уже разместились и на каких условиях можно будет его посетить, узнавала Любовь Битнер. Поехали! Буквально минута и начат отсчёт истории нового музея компании Уралкали. Первые посетители, первые лица региона, города Соликамска и, конечно, самого предприятия, проходят и любуются. А здесь есть чем. 50 витрин, выполненных в форме кристаллов, 6 авторских диорам и инсталляций, 20 мультимедийных комплексов. Под впечатлением остались директор по производству Уралкалия Евгений Зыбин и председатель первичной профсоюзной организации «Калищик» Павел Кузьмин. Очень здорово, очень красиво, просто восхищён. Как мы говорим, без истории нет будущего. Уралкалий собрался долго работать, поэтому мы чтим свою историю. Это раз, это познавательница. Второе, полагаю, что всё-таки это будет центром воспитания. Появление такого ультрасовременного музея в центре города, конечно же, очень важно. Я убеждён, что эта экспозиция будет интересна как нашим жителям, а особенно молодому поколению. Экскурсию для гостей сегодня лично проводит начальник музейно-выставочного центра Уралкалия Юлия Денисова. Рассказывает, новый музей входит в состав единого уникального музейно-выставочного комплекса, площадки которого располагаются в Березняках и Соликамске. И это единственный в России музейно-выставочный центр, посвящённый истории зарождения и становления калийной промышленности. Очень большой опыт работы и очень огромный ввоз материалов собран по истории компании Уралкалий. Уникальные документы по как раз вот разделу спецпереселенцы, собранных в компании. Есть уникальная коллекция фронтовых писем. Здесь можно найти более тысячи уникальных, интересных экспонатов. Например, сюда переехал вот такой замечательный сувенир. Его дарили участникам Всероссийской калийной конференции. Макет шахтного поля, производственная экспозиция, настоящая клеть для шахтёров. И, конечно, образцы добываемых минералов, истории и фотографии работавших в компании людей. А ещё экспозиция о работе калийных в годы Великой Отечественной. И многое, многое другое. Как отметила министр по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Витошкина, музей заслуживает не только признания на краевом уровне, но и посещения туристов со всей страны. В финале первой экскурсии почётные гости оставили свои автографы на новом арт-объекте – Каске памяти. «Невероятная гордость. И, конечно, этот музей будет включён в туристические маршруты края однозначно. И я думаю, что в ближайшее время стоит его презентовать туроператорам. Наверное, мы сюда привезём рекламный тур для того, чтобы все туроператоры увидели, узнали о такой красоте». Кстати, своими глазами увидеть новый музей можно будет совершенно бесплатно. Пятница – день свободных посещений. А вот если вы захотите прийти во вторник, среду или четверг, то нужна предварительная запись. Спешите, наверняка сейчас будет много желающих. Любовь Битлер, Владимир Покровский. Наши новости. Образование, строительство, здравоохранение, промышленность. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал накануне в Березняках с рабочей поездкой. На протяжении всего дня главу района сопровождала и наша съёмочная группа. Какие объекты он посетил в этот раз и куда собирается приехать 1 сентября, знает Любовь Битлер. Десять часов утра. Один из первых пунктов плотного графика – Березняковский политехнический техникум. Выбор, конечно, не случайный. Особое внимание в регионе сейчас уделяется развитию кадрового потенциала. Годность вызывает результаты? Первое место уничтожение. Современные лаборатории и мастерские. Материальной базе БПТ могли бы позавидовать и университеты. Здесь действует специализированный центр WorldSkills по компетенции промышленная механика и монтаж, на развитие которого в 2020 году выделено 4 миллиона рублей. А обучают в техникуме как минимум 10 нужным в наши дни рабочим профессиям – сварщик, слесарь, лаборант-аналитик. Весь перечень специальностей и профессий, по программам которых мы реализуем, они все востребованы в градообразующих предприятиях Верхний Камень, я даже думаю Пермского края. Все ребята у нас, как правило, трудоустраиваются. Встретился губернатор и со студентами техникума. Стоит отметить, что многие из них поступили по целевому набору, и после обучения их ждут в Уралкале и Уралхиме. Сергей Рад планирует уже через год устроиться по специальности и сразу начать работать. Опыт обращения с оборудованием есть. Да, так как здесь недавно закупили самые современные токарные станки, самое современное оборудование по центровке валов, хотя на предприятиях в Березняках не везде это применяется. Уже традиционным пунктом рабочей поездки губернатора стал и новый микрорайон Любимов. Первая точка – физкультурно-оздоровительный комплекс. Строить его начинали еще в 2017 году, однако подрядная организация «Сириус» срывала сроки, и контракт был расторгнут. С 2018 года на объекте новый подрядчик – Монтеа Ава. На сегодня, как он сообщает, объект готов на 80%. Завершить строительство планируют осенью 2021 года. Оценил Дмитрий Махонин и темпы строительства школы в Любимове. Динамика есть, однако для завершения строительства школы в срок даже таких темпов недостаточно. Тем не менее, задача по вводу образовательного учреждения к 1 сентября остается. Также одна из точек рабочего визита губернатора Дмитрия Махонина на правобережье – это строящиеся дома жилого комплекса Любимов. Например, этот до Щеникова-3. Напомним, на данный момент в Любимов переехало порядка 6 тысяч человек. Из 29 запланированных домов построено уже 15. Напомню, это крупнейшая стройка в Прикамье, где сейчас трудятся порядка 650 человек, в том числе и студенты из учебных заведений края. В ближайшее время планируется вывести еще около 300 рабочих. 120 из них – на до Щеникова-3. Ответственная организация – корпорация развития Пермского края, офис которой с недавних пор располагается в самом жилом комплексе. Корпорация переехала в Березники непосредственно на строительную площадку. Важно увеличить не только темпы, но и качество улучшить, поскольку есть жалобы на качество жилья. И корпорация, опять же, создав свою управляющую компанию, берет ответственность на то, чтобы устранить недосчеты. Еще один важный социальный объект уже на левом берегу – здание детской больницы на Советском проспекте. На реконструкции она находится с 2010 года. Несколько раз на объекте менялись подрядчики, не выполнялись задания. Однако теперь работы, наконец, вошли в завершающую стадию. Новая больница позволит разгрузить медучреждение в Любимове. Там будут организованы полноценные детские и взрослые поликлиники. Было серое здание, которое вот… А сейчас оно стало, видите, уже более современное, более эстетичное. То есть, когда ходите по коридорам, они более широкие, подготовленные. Также в рамках визита Дмитрий Махонин провел совещание по опросам социально-экономического развития Березниковско-Соликамской агломерации. Здесь работает 10 крупных предприятий, на которых трудится порядка 15% от общей численности занятых в промышленности региона. Практически все крупные компании инвестируют в территорию, наращивают мощности, модернизируют и открывают новое производство, участвуют в социальных проектах. Узел является крупнейшей промышленной агломерацией Пермского края. То есть, если посмотреть на объем инвестиционного портфеля Пермского края, который занимает 2 триллиона рублей, то 500 миллиардов из них, то есть четверть, реализуются на территории Березников и Соликамска. В рамках совещания прозвучали идеи о реализации в территории ряда проектов в самых различных сферах, включая спорт, здравоохранение и досуг, а также варианты участия в них промышленных предприятий. Здесь уже можно по-соседски, что называется, делать совместные проекты, не разделяя между собой какие-то точки развития и приоритеты. Вот я сегодня поговорил с промышленниками и понимают, что никакой глава местного управления, никакой губернатор не справится так эффективно, если мы не будем привлекать промышленников. По итогам встречи до сентября теперь должна появиться дорожная карта развития агломерации. В документе будут закреплены как конкретные проекты, так и планы по целым стратегически важным направлениям. Чтобы агломерация не только оставалась ключевым для региона промузлом, а динамично развивалась, и жители чувствовали положительные изменения здесь и сейчас. Любовь Битнер, Кирилл Яранцев, Никита Игнатьев. Наши новости. Еще восемь российских регионов ведут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции на своей территории с понедельника 28 июня. Об этом сегодня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Напомню, в настоящее время обязательные прививки для работников ряда сфер введены уже в 10 субъектах государства. И, пожалуй, это главная тема для обсуждения сегодня в нашей стране. Коротко о самом главном, важном в России, регионе и Верхниками по традиции рассказываем в двух словах. Хочешь в отпуск? Скорее на вакцинацию. В Краснодарском крае с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации. А уже с 1 августа все курорты Краснодарского края, включая Сочи, Анапу и Геленджик, закроются для непривитых, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Также в регионе издано постановление об обязательной вакцинации от коронавируса минимум 60% сотрудника из ряда сфер – образование, транспорт, общепит, торговля, туриндустрия и сфера бытового обслуживания. Краевые власти тем временем предложили пермским предприятиям ввести меры поощрения для работников за прививку от коронавируса. Такие рекомендации в различные частные компании направил Центр занятости населения Пермского края. В частности, бизнесу предлагается давать привившимся работникам отгул, дополнительные дни к отпуску или премию. Также работодателей просят ввести учет привитых и переболевших работников и предоставлять соответствующий отчет в органы власти раз в две недели. В Березниках стартовала традиционная режиссерская лаборатория под руководством известного театрального деятеля Олега Лаевского. Участниками необычного проекта станут постановщики с большим бэкграундом Петр Шерешевский, Вера Попова и Андрей Слепухин. Ровно за неделю они вместе с артистами и цехами создадут три эскиза по культовым фильмам. После спектаклей состоится зрительское обсуждение с театральными критиками Олегом Лаевским и Владиславой Куприной. Подробности по телефону 22 97 43. Угнал, а потом жег. Молодой березняковец присвоил себе чужой автомобиль, а потом замел следы преступления. Подробности этой и других криминальных историй в традиционной патрульной рубрике расскажет Алина Багрянская. Алина, здравствуй, слушаем тебя. Приветствую, Лена. Добрый вечер, дорогие зрители. Происшествие случилось в начале июня. В березняковскую полицию обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля со двора многоквартирного дома. Через два дня сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый неработающий молодой человек. Угонщик пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он увидел на улице машину и решил покататься. На его счастье, водительская дверь была не заперта, а руль не заблокирован. В салоне возле коробки передач торчали провода. Мужчина тут же откатил машину от дома, сел в нее, соединил провода и поехал. Однако поездка длилась недолго. В лесном массиве поселка Нартовка автомобиль заглох. Подозреваемый не смог его завести, чтобы скрыть следы преступления, сжег машину, после чего ушел домой пешком. Сейчас возбуждено уголовное дело, а угонщику грозит штраф либо три года ограничения свободы. Предупрежден, значит вооружен. В Соликамске сотрудники правоохранительных органов провели акцию. Осторожно, обман. Десант в погонах высадился на городской автостанции, где полицейские проводили беседы с гражданами, раздавали памятки, отвечали на вопросы. Основной акцент организаторами акций был сделан на пожилых соликамцев. Стражи порядка напомнили о том, что никому и ни в коем случае нельзя сообщать данные банковской карты, а при поступлении звонков о подозрительных операциях либо списаниях денежных средств необходимо прекратить разговор и обратиться за помощью в банк. И снова с просьбой о помощи уже к автомобилистам Пермского края обращаются поисковые отряды. 34-летняя жительница Александровска Надежда Виноградова еще 18 июня ушла из дома. И с тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Напомню, женщина была одета в ярко-желтый спортивный костюм с кроссовками. Волонтеры просят всех, кто 18 июня проезжал по трассе мимо Александровска в промежутке с 10 утра до 6 вечера просмотреть записи с видеорегистраторов или передать их для просмотра. Возможно, именно ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение потерявшейся девушки. На этом у меня все. Коллеги, продолжайте эфир. Спасибо, Алина. Герои живут среди нас. Не устаем в этом убеждаться. В апреле исполнилось 30 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы за всю историю ядерной энергетики – аварии на Чернобыльской АЭС. А накануне мы познакомились с человеком, который работал там спустя год после взрыва. Это наш земляк, житель Уссолья Валентин Аксенов. Своей пробирающей до мурашек истории он поделился с Марией Диновой. Мне уже 35 лет было, когда в своем команде поездочка пришла. Условия поставили альтернатива или на полгода на Целину, или на месяц в Чернобыль. У Валентина Александровича тогда уже были жена и двое детей. Мужчина не захотел надолго покидать семью и хозяйство. Да и не было тогда толком никакой информации о последствиях аварии. Пришлось выбирать зло наименьшее, а получилось наибольшее. 5 июля 1987 года наш земляк попал в Припять. Его команда со стороны третьего энергоблока дезактивировала зараженные поверхности. Работали от 15 минут до получаса в день. На четвертом реакторе тогда уже был построен защитный саркофаг. Возле него собирали графитовую крошку. Первый день мы, вот, 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 сколько человек у нас работало, ну, менялись. Вот, в день 5 минут первый день работали, на второй день вообще по одной минуте работали. Один с лопатой, один с метлой, третий с мешком. Всех одна минута. Известный факт, что радиация в первую очередь влияет на мужское здоровье. Тогда врачи заверили, что через полгода все нормализуется. Но два человека из его команды, вспоминает Валентин Александрович, не поверили. И добровольно ушли из жизни. Вот и отголоски. К слову, сам мужчина столкнулся с тем, что при бритье бороды кожа краснела, как при аллергии. Поэтому после Чернобыля пришлось отрастить бороду. Единственное последствие исчезло всего три года назад. Сейчас Валентину Александровичу 68 лет. Он бережно хранит память в негативах и фотографиях. Фотоаппарат втайне удалось пронести в зону отчуждения. Еще о причастности к событию напоминают медали. Две юбилейные и одна за заслугу перед Отечеством. Но самое главное, ликвидатор не жалеет о том, что поехал. Считает, что это был его долг перед всем человечеством. Мария Динова, Кирилл Яранцев. Наши новости. Сегодня в Березняках состоялось очередное заседание президиума профсоюза березняковских педагогов. На нем учителя обсудили план работы на второе полугодие, вопросы вакцинации и организации отдыха работников образования. Кто и чем их порадовал, расскажем в следующем сюжете. Ежегодно березняковским педагогам краевые власти выделяют путевки на оздоровление. В этом году их дали 39. Чтобы как можно больше работников образования смогли отдохнуть и поправить здоровье, профсоюз обратился за поддержкой к компании «Уралкалий». Предприятие выделило педагогам средства для приобретения путевок в профилактории и санатории. Эмоции захлестывают под радостью, потому что у нас еще примерно 50 человек смогут получить путевочки. Как мы их будем распределять, сейчас решим, будем обсуждать. Но мы очень признательны компании «Уралкалий». Спасибо им огромное за это. Добавлю, что выделение средств на путевки для педагогов – это не разовая акция. Есть очень золотое правило, которое говорит о том, что если ты хочешь сделать сильным свою страну, поднимай образование и культуру. Остальное все приложится. Я, как отец троих детей, абсолютно четко для себя понимаю, что того, какое будет образование, зависит будущее нашей страны, нашего края, нашего города. По словам педагогов, такая поддержка для них очень значима. Ведь работа учителя не только очень интересная и творческая, но в то же время психологически сложная. В последнее время говорят о эмоциональном выгорании педагогов. Это действительно так. И людям очень тяжело, им нужно восстанавливаться. В здоровом теле здоровый дух. Поэтому это просто необходимость для того, чтобы здоровый учитель с хорошим настроением приходил в класс и видел в детях своих детей. Я бы сказала так. Любовь Битнер, Анастасия Саблина, Никита Игнатьев. Наши новости. Пять дней, как один миг. Уже в понедельник мы расскажем вам о завершающих съемочных днях в рамках экоэкспедиции в Вишерский заповедник. А пока поделимся лишь некоторыми самыми яркими моментами. Это начало пути на дальний кордон Лыпья, где круглый год проживает русская семья Смирновых. Вот уже 20 лет в глубокой тайге, практически в одиночестве. Рыбачат, встречаются с волками и медведями, но главное – ведут наблюдения, заботятся о природе, хранят память. С этими удивительными людьми съемочной группе «Свое ТВ» и посчастливилось провести порядка полутора суток. Тебя пожиже? С одной пожиже. Все, спасибо, хватит. Матя? Что-то мало тебе тут раз. А ты перебил аппетит яблоками. А я яблоки ел. И бананами, наверное. Нет, бананков. Яблоками перебил аппетит. Плохо покушаешь. Как спать будешь? Да, родненьким. Ну ладно, ночью поймешь. А то и поцелуев, я заснул все равно. Да, свет мой, я хочу. Кушай на здоровье. Спасибо. Каково это – жить вдали от цивилизации и всех ее благ? Как организован быт Смирновых? И почему они считают, что медведи любят пастернака? Обо всем об этом подробнее мы расскажем в очередном спецрепортаже 28 июня. Не пропустите. А теперь перенесемся в прошлое и благодаря архивам нашей телекомпании узнаем, что волновало жителей Верхней Камья 25 июня год или даже 7 лет назад. Время рубрики «День в истории». Прошлый год запомнился жителям северной части Прикамья серьезным паводком. Большая вода ушла, забрав с собой асфальт с дорог. И если где-то повреждения устранили буквально сразу, то, например, дороги Кубдор-Чердань требовался более серьезный ремонт. Ориентировочной стоимостью около 9 миллионов рублей. 25 июня наша съемочная группа побывала на месте и оценила последствия стихии, которые и спустя месяц не давали покоя местным. Восстановить дорогу власти тогда пообещали до конца августа. Ровно пять лет назад Березняковский строительный техникум признали одним из лучших учебных заведений, выпускающих сварщиков. По этой учебной программе СУС тогда получил профессиональную общественную аккредитацию, которая в разы престижнее даже привычной всем государственной. Среди критериев оценки отзывы работодателей и выпускников, а также множество отчетов, которые проверяются экспертной комиссией на местах. Получение нового статуса дало возможность заведению в два раза увеличить набор на эту специальность. В 2014-м в это время в Березняках появились первые беженцы из Украины, которые просили у местных властей убежища от войны. Только по официальным данным в Донецкой и Луганской областях на тот момент погибло 250 мирных жителей. Страшные рассказы тех, кто бежал из эпицентра боевых действий, услышали и наши корреспонденты. Чаще всего это были женщины и дети. Край развернули оперативный штаб, который должен был решать вопросы с медицинским обслуживанием и обучением детей. К работе подключились и березняковские спасатели. Ну а сегодня березняки готовятся к очередному Дню города. Торжественные мероприятия в канун праздника прошли и во многих дошкольных учреждениях. На одном из них побывала наша съемочная группа. Вот так с песнями, стихами и танцами мальчишки и девчонки старших групп 78-го детского сада провели сегодня утреннюю прогулку. День города. Чем не повод для праздника? Мы поздравляли город с днем рождения. Рассказывали стихи, песни пели и играли. Тематические мероприятия в этом детском саду, рассказывает заведующая Юлия Макарова, добрая традиция. При этом здорово говорит, что поддерживают инициативу педагогов не только воспитанники. С большим удовольствием, как депутат, всегда поддерживают такие мероприятия, которые нацелены не просто на организацию досуга, но в том числе и имеют воспитательный смысл. И компания «Уралкария» всегда поддерживает инициативы образовательных учреждений депутатам в этом отношении. Мечи, мелки, настольные игры – все, что так необходимо для активных игр на свежем воздухе и в группах, получили сегодня юные березняковцы в подарок от депутата и градообразующего предприятия. День рождения, конечно, у города, но кто же виновники торжества, как не его жители? Нам периодически вот к таким мероприятиям, знаковым, важным, нам оказывают помощь подарками, игрушками в частности. Сейчас это игрушки именно для лета, для летней строительной компании. Очень много мячей, бадминтонов, всяких игр, которым дети играют на улице. Мелки. Ну, в общем, это все, чтобы разнообразить нашу действительно деятельность. Потому что летом дети в основном на улице. И им, конечно, должно быть интересно и весело. Именно такие яркие впечатления счастливого детства мы обычно и проносим потом через всю жизнь. И очень хочется надеяться, что, став взрослыми, эти малыши будут так же искренне любить свой родной город, как и сегодня. Мне нравится, что здесь много дружелюбных детей, что здесь весело играть, что здесь садики хорошие, люди хорошие живут. Я люблю березники! Анастасия Бауэр, Валерия Онесова, Никита Игнатьев. Наши новости. Ну, а я напоминаю, что уже завтра, 26 июня, команда «Свое ТВ» приглашает вас вместе с нами отметить день рождения Березняков. В час дня на нашем канале и в соцсетях стартует большой праздничный марафон. В прямом эфире мы покажем все самое интересное, что будет происходить на уличных площадках, которых в этом году почти два десятка. Важной частью марафона станет и еще один праздник. Первый в Березняках – общегородской выпускной, в котором поучаствуют все школы. Будем делиться воспоминаниями и планами, петь, танцевать и, конечно, дарить подарки, которые любезно предоставили. Фитнес-клуб «Форма», боулинг-центр «Миллениум», цветочная мастерская «Арт-букет», а также компании «Уралкали» и «Уралхим». Генеральный партнер трансляции – компания «Уралкали». Кроме того, в числе партнеров – ювелирные салоны «Алмаз» и автошкола «Досаав». И это все на сегодня. Хотите знать и видеть больше? Подписывайтесь на свое ТВ в соцсетях. Там всегда много интересного. Как, впрочем, и в газете «Березняковская неделя». В свежем номере Татьяна Фельбер расскажет, как борются с неприятными запахами из подвала на улице Карла Маркса, 40, Инна Свердлова, 134. Антонина Иконникова посоветует, как правильно бежать в марафон. Галина Бухарина вспомнит о странном пикнике в Ульяновской области. А Николай Боковец из поселка Зырянка напишет о странностях любви. Также в номере, как и всегда, актуальные новости, полезные объявления и сканворды. Подписаться на «Березняковский рабочий» напомню, вы можете через Сбербанк онлайн и по телефону 20 15 47. А я же с вами прощаюсь. Желаю всем отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова